Добрый вечер, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем добрый-добрый вечер. А я сейчас, смотрите, какую красоту рассматриваю. Моретерапия. После пробежки, посмотрите, сколько-сколько здесь выбросило рапанчиков. Огромное количество. И королевок, и рапанчиков. Такая красота. Это что-то невероятное. Просто нечто. Посмотрите, какая это красота. Как я люблю море. Просто здесь чего только нет. Вот богатство, посмотрите. Такие натюрморты. Такие красивые. Так и хочется взять, сфотографировать и сделать из этого фото обои. Посмотрите, какая красота. Море бушует. Море неспокойно. Ну, это просто потрясающе. И вот эта пена, она, когда солнышко попадает. Сейчас уже вечер, сейчас не так. А когда солнышко попадает, это вообще нечто потрясающее. Но сейчас уже море так успокоилось. А то оно прямо буквально вот минут 20 назад било, било, било. Я здесь немножко поубирала, отнесла первую партию. Сейчас буду вторую партию, потому что море захватывает в одном месте на одних берегах и приносит к другим берегам всякую разную грязь. Посмотрите, какая это красота. Ну, это нечто. Это вообще. Так вот, дорогие матки, кстати, вода не очень холодная. Не очень холодная, поскольку температура воздуха плюс 7, водичка не очень холодная. Знаете, о чем я хотела поговорить? А вернее, не поговорить, а рассказать. Значит, я, у меня вышло видео про черную редьку. Я уже давно показывала, как я собираю сок черной редьки. Смотрите, какая пена. Чем не пенная вечеринка, друзья мои? Я вас приглашаю на пенную вечеринку. Посмотрите, вокруг меня что творится. И очень эффективный способ от кашля. Я подробно рассказала. Так вот, вы знаете, что если ребенок болеет ангиной, и вы мне написали, одна девушка написала, что у нее трое деток, и редьку нельзя. Что же делать? Слушайте, врач вам скажет, что можно. Наверняка есть много способов. Например, у меня тысяча и один способ. Если нельзя, редьку. Конечно, я к врачам не обращаюсь за консультацией. У меня достаточно в семье врачей, да, есть кому. Но в то же время есть свои рецепты. Я беру их только из народной медицины, либо у врачей, профессоров, таких как Иван Павлович Неумывакин. Так вот, при начинающейся ангины, если только-только начало, нужно сжевать соты с медом. Если вам нельзя редьку, нельзя чего такого вот. Или приложить в горло листья свежей капусты, привязать шерстяным таким платочком. И менять каждые 3-4 часа до прекращения воспалительного процесса. Еще эффективное средство это отвар из лепестков роз. Но если нельзя вашему ребеночку... О, смотрите, прямо до меня доходит. Опять прилив. Если вашему ребеночку редьку нельзя, она более такая, знаете, острая редька. А лепестки розы, это всегда хорошо. Взять 1 столовую ложку лепестков на стакан воды, довести до кипения. И настаивать час. Процедить и полоскать горлышко 5-6 раз в день. И пить хорошо, как чаек. А еще хорошо полоскать горло настоем чеснока. Залейте 2-3 измельченные зубчика на 1 стакан кипятка. И настаивайте час. И полоскать горло нужно 4-5 раз в день. Потом смешайте где-то 1-2 чайной ложки, да, где-то пол чайной ложки соды и соли, 4 капельки йода и 1 стакан теплой кипяченой воды. И полоскать несколько раз в день. Заварите стаканом кипятка 3-5 бутонов гвоздики. Я сколько раз говорила в своих видео про невероятнейшие антибактериальные свойства и антисептические гвоздики. Но я не имею в виду цветов гвоздики, а приправка, гвоздичка. Настаивайте 2 часа. 3-5 штучек вот этих бутончиков. И пить по 50 мл в течение дня. Еще раз, 3-5 штучек на где-то примерно полстакана, даже меньше, 50 мл. Сварить картофель. Вот здесь вот картофель вам поможет, чтобы дышать в мундире на дне 5-10 минут. Кушать картофель не надо, а вот для дыхания пойдет. И затем из слитой после варки картофеля воды сделать теплый компресс на горло. Ой, ой, надо убегать. Я сюда отойду, а то... А то, а то будет... Мокрые ножки будут. Вот. И дышите. Ну, вы знаете как. А еще сделайте теплый компресс на горло. Подошвы ног натереть чесноком можно. И надеть шерстяные носочки. Или, знаете что? Хорошо, если козье молоко где-то у вас будет. 400 мл горячего козьего молока. Залейте на пол. С чайной ложки залейте соду горячим молочком. И туда же добавьте пол чайной ложки меда. Размешайте. Можно еще сливочное масло. Все. И пусть пьет по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кстати, много-много нужно теплой водички пить ребенку в этот момент. Когда с горлышком что-то не то. Вот такая красота у нас. Я же говорю, тысяча и один рецепт. Все, что есть. Или разогреть в духовке отруби. Полкило отрубей. Высыпьте на тряпочку. Сверните ее жгутом. И прикладывать горячий, но в меру, конечно, в теплом. Компресс к горлу. Прекрасно. Гречку так иногда делают тоже. Соль. Вот. И еще есть проверенные средства. Возьмите. Конечно, на вкус ужасное, но очень эффективное. Нужно взять одну столовую ложку меда, одну столовую ложку соды и три лавровых листочка. Залейте в кастрюльки одним стаканом холодной воды. Вскипятите и проварите где-то 10-15 минут. И принимайте по одной столовой ложке три раза в день. Вот это от ангины, от горлышка, то, что надо. Очень эффективный способ. Вот. Делайте овсяное молочко. У меня есть видео, где я делаю овсяное. Это для тех деток, которым нельзя молоко, у которых лактоза, непереносимость. Я показывала, как я делаю, когда у меня нет молока. Я делаю овсяное молоко. У меня есть прекрасное видео. Зайдите туда в кулинарию. И в прошлом году я делаю. У меня есть плейлисты. Кулинария. Заходите. И всегда смотрите то, что я показываю вам внизу. Внизу это будет как дополнение к этому видео. Я всегда делаю дополнение к видео. Вот. Какая красота сегодня. Уже все включили. Я уже возвращаюсь. Потихонечку, потихонечку. Сделала пробежку хорошую такую. С вами пообщалась. И иду на огни. Иду на огни, друзья мои. А еще, знаете, есть какой хороший рецепт? Это у кого березовый сок. Кто запасится березовым соком? При остром бронхите у ребенка надо взять, ну, где-то в равных пропорциях. Березовый морковный сок. И где-то немножечко меда. Но мед уже потом в конце положите. И давайте ребенку по одной-две столовые ложки пять-шесть раз в день. В теплом виде. Вы знаете, если ребенка постоянно поить соками, йогуртами домашними, козьим молочком, ваш ребенок не будет болеть. Понемножечку добавляйте имбиротерапию в свой чай, который вы компонуете для ребенка. Не покупайте ему китайский чай. Не давайте ему воду из крана. Ни в коем случае прекратите кормить ребенка жареным. Не надо убивать его печень. Ну и, конечно, пересмотрите. Просто пересмотрите питание. Не ленитесь. Готовьте ребенку сами. И вы посмотрите, вы посмотрите, как ваш ребенок, как его организм с благодарностью с каким будет отзываться. Ну, а я люблю вас. Как я уже говорила, у меня тысячи, тысячи и один рецепт по поводу, как сохранить свое здоровье. Даже если вы уже запустили слегка. Даже если уже началась ангинка. Даже если уже какой-то вирус начался. Ой, ну я сейчас вот дышу. Ой, как хорошо. Такой запах моря. Боже, слава тебе, Господи, что ты меня благословил. Такой благодатью жить здесь и сейчас. Вот тут. Дышать вот этим воздухом. На этой благословенной земле. Господи, я благодарю тебя. Я прошу тебя мира всем людям. Я прошу тебя дать здоровья и ментального. Господи, я также молюсь за всех правителей этого мира одуматься. Я прошу за их ментальное здоровье. Господи, не допусти войны. Господи, дай нам силы, дай нам радости, дай нам благодати. Исцели всех просящих. Мне написали под... Одно из последних видео, что у многих, у кого-то проблема с сыном. У кого-то болезни. Я прошу, Господи, исцелить всех просящих. Всех, Господи. Всю нашу интернет-семью. Воздай им по их вере. Воздай, Господи. Раз они пришли к нам на канал, это значит наши бриллианты. Это наши. Все, кто подписан у нас на канале, все наши интернет-семья. И я молюсь, Господи, за всю нашу интернет-семью, за их детей, за их родных и близких. Воздай им по нуждам их и по просьбе их. Исцели их, Господи. А я люблю вас. Присоединяйтесь к молитве за нашу семью и за всю интернет-семью. Все у нас будет замечательно. Я люблю вас. Пока-пока.